Миссия 2 судьбы наделала много шума. Она офигенная, появилась неожиданно, а в качестве наград подарила игрокам уникальные экзотические классовые предметы, которые объединяют в себе случайные экзот перки от другой брони в игре. Теперь мы все сидим и фармим эту миссию в надежде на лучшее сочетание. Хотя нет, не все. В то же время, некоторым игрокам не понравилась четкая привязка к тому, что миссия проходится только вдвоем. Так что вопрос фарма для многих одиночек стал болезненным. В этом видео я расскажу, как вы можете фармить экзотические классовые предметы, плащ охотника, метку титана и повязку варлока, именно в соло. Суть в том, что после того, как вы хоть раз пройдете миссию 2 судьбы и получите экзотическую награду, она попадает в пул наград сундуков бледного сердца, и вы будете иметь возможность получить эти экзоты из абсолютно любого другого сундука, который встретите на локации. Так что да, самое сложное для многих в целом первый раз пройти миссию, я понимаю. Но найти напарника на этот забег можно через встроенный в игру LFG механизм. Я сам закрываю многие активности, в том числе подземелья или экзот миссии, через подбор напарников здесь. Так что советую как бы не для галочки, а по своему опыту. Реально простой способ найти опытного напарника как минимум уж на одно прохождение миссии. Но даже если не захотите запариваться, можете обратиться к сервису Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И еще, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. И вот вы прошли две судьбы. Получили экзот, но чё-то какой-то не такой, не те перки. Рады бы получить еще варианты, но бегать миссию не хотите. Как я сказал, есть смысл открывать сундуки. Это не самый оптимальный способ фарма, признаюсь, он занимает какое-то время. Но я решил рассказать о нем именно для тех игроков, кто чаще играет в соло. И кому проще одному потыкать сундуки, чем искать напарника на миссию. Я, ой, как нередко вижу в комментариях вопросы о том, как бы пофармить, как получить альтернативные варианты перков на эти экзоты. И решил сделать, в общем, ответ в видео. Как упростить и ускорить процесс фарма сундуков? Есть несколько советов. Первый. Ставим в своего призрака мод в амбинированный детектор, который будет отмечать на карте все сундуки и ресурсы с наибольшим радиусом в 50 метров. Так, куда проще будет объезжать локации в поиске сундуков. И об этом наверняка многие и так знают. Второй совет. И об этом не все уже знают. Возьмите снайперскую винтовку. Любую, но лучше ту, в характеристиках которой параметр оптического прицела будет максимально высоким. Объясняю, при чем здесь снайперки. Уж не знаю, баг это или фича, но когда вы берете снайпу и целитесь на локации, то вам становятся видны сундуки на большей дистанции. То есть вы используете оптику на винтовке, как такой бинокль с детектором сундуков на дальних дистанциях. Вот я использую винтовку длинная тень. У нее эта стата составляет 51 единицу. Через прицел видно сундук аж на другом конце карты. А со снайпой, у которой оптика не 51, а только 35, этот сундук уже не видно. Так что со снайперкой вам будет проще сканировать локацию на поиск сундуков. Только учитывайте, что когда вы только залетаете на локацию, например, мертвая точка, ресурсы и сундуки появляются спустя секунд 10 где-то. Так что после высадки чуть подождите, а потом через прицел чекните, где сундуки стоят. И вообще, чаще всего сундуки спаунятся по краям локации. Так что можно всегда, например, по часовой стрелке по краям карты объезжать локацию и потом уже лететь на другую. Тут еще один совет, когда вы заберете все сундуки в определенной зоне, не стоит пытаться искать другие сундуки в переходах между локациями, отправляясь туда на сперру. Они там, конечно, иногда могут встречаться, но все же гораздо реже и в гораздо меньших количествах, чем на локациях. Так что быстрее и правильнее будет телепортироваться через точки высадки. Шанс дропа экзота из таких сундуков составляет около 2%, что, конечно, мало. Так что важно, чтобы вы смогли оптимизировать этот процесс, чтобы быстрее искать каждый сундук. Если будете следовать моим советам, будет быстро, насколько возможно. Я таким темпом получил свой первый экзот где-то минут за 30, ну может быть 40. Кажется мне, это примерно то же время, за которое не самые опытные игроки проходят миссию 2 судьбы. Поправьте, если ошибаюсь. Еще один способ фарма, который будет более быстрым, проходить ивент свержения. Как я уже сказал, экзот классовые предметы падают из любого сундука на локации. Так что и сундуки из свержения считаются. И говорят, что шанс дропа экзот предмета из наградных сундуков за прохождение ивента выше, чем те 2% из сундуков в патруле. У меня лично выпал плащ с первого же пройденного свержения и убийства босса на четвертой волне. Кроме того, вы можете тут же получать иерго сумм, экзот меч, так что есть смысл пофармить. Но для тех, кто все же ходит вдвоем в миссию 2 судьбы, самым эффективным способом фарма остается баг на двойной лут награды. Когда вы за одно прохождение берете не один экзот, а два. Его пока не пофиксили, но наверняка скоро закроют. Для тех, кто не знает, как это работает, показываю. Проходите миссию до конца, убиваете боссов, оказавшись в клетках, выбираете мир и берете награду вместе с напарником с одного из постаментов одновременно на раз-два-три. Потом выпрыгиваете за пределы локации к стене, чтобы игра вернула вас на арену назад и лутаете также на раз-два-три экзот со второго постамента. Главное следите за тем, чтобы делать все одновременно с напарником, в том числе и заскакивать к стене, чтобы таймер вас переносил вместе, иначе у кого-то одного баг не сработает и вторую награду он не заберет. Вот собственно и все, все советы по фарму. Надеюсь они пригодятся и вы получите те сочетания перков, которые хотите. Я кстати думаю как-нибудь запустить стрим, на котором бы помогал в прохождении миссии 2 судьбы для тех, кто поддерживает мой канал подпиской на бусти. Так что напишите в комментариях нужна вам помощь или нет и подписывайтесь на бусти по ссылке в описании, будем на связи. Когда задумаю этот стрим, эту помощь, напишу об этом и в бусти и в телеграме. Спасибо за просмотр и услышимся в следующем ролике. Самый лучший из лучших сэр. Отличник.